Участок сельхозназначений вблизи деревни Клинцево. Эта земля сдается в аренду под фермерское хозяйство. Специализируется на экопродуктах, в частности, на молоке. Обычно в этом поле пасется скот, но пока что здесь активно борются со злостным растением. Специалисты считают, уничтожать борщевик важно и нужно. Если будет очень большая доза борщевика в составе кормов, то это очень повлияет на качество молока, повысится кислотность и жирность снижается. Это первый день борьбы с сосновским борщевиком. Растение очень опасно. Ожоги от него тяжелее, чем от кипятка, и могут остаться на всю жизнь. Ядовитые растения устраняют механическим способом, с помощью косилки и комбайна. Это удобнее, потому что здесь пассейны многолетние культуры, ими кормят скот. А если устранять борщевик химическим способом, нужной трава растений не будет. Конечно, за один раз от борщевика не избавиться на этом земельном участке. Механическую обработку проведут еще дважды. В текущем году план обработки земель от борщевика Сосновского в Тековском муниципальном районе около 100 гектаров. На сегодняшний день работа выполнена 97%. Борщевик уничтожают как на землях сельхозназначения, так и в населенных пунктах. Как раз-таки там с ядовитым растением борются химическим способом. Борщевик опрыскивают. Спустя две недели он начинает желтеть, потом умирает. Но для того, чтобы он исчез навсегда, такую процедуру в одном и том же населенном пункте нужно проводить в течение трех лет. Для обработки химическим методом администрациями городского и сельских поселений Тековского муниципального района заключены контракты на обработку земель населенных пунктов более чем на 30 гектаров. Сумма составила чуть более 350 тысяч рублей. На сегодняшний день подрядными организациями, выполняющими работы, работы проведены в полном объеме. При необходимости будет проведена вторая обработка. Всего на территории региона планируют уничтожить около 3000 гектаров борщевика Сосновского. Работу по ликвидации зарослей сорняка обсудили во вторник на заседании штаба при губернаторе. Хочу отметить, что есть районы, которые свой план уже выполнили и даже немножко увеличили объемы. Исходя из начального плана, это город Шуя, это Юревецкий, Верхнеландиховский район. Активно Гаврила Посад работает, Ивановский район очень много работ проводит по борьбе с борщевиком. Здесь самое большое пятно зарастания, это Ивановский район, поэтому здесь работ очень много. Зампред отметил, все обращения и жалобы жителей о зарослях борщевика учитываются. Территорий заносят в общую базу и включают в план работ. В этом году в регионе уже обработали более полутора тысяч гектаров, заросших ядовитым растением. До конца сезона эту процедуру планируют повторить снова. Губернатор напомнил главам районов и городов о необходимости запланировать средства и на будущий год на эти цели. Особое внимание уделят заброшенным участкам. Юлия Семина, Владимир Хмелев, телекомпания Барс.